Мне этого показалось мало, и я решил полностью разобрать город-края, складывая блоки в только что скрафченные шалкеровые ящики. Ё-моё! Майни, вновь с вами! Всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала Денис Филин. И да, это Майнкрафт, это 2B2T, и это будет «Спалил Бедрок». Продолжение того, что он сломал Бедрок, теперь он его спалил. Что он дальше будет с ним делать, не знаю, но давайте смотреть и удивляться, потому что действительно удивительно. Окей. Ох уж эти очереди. Всем привет, с вами Филин. А вы слышали, что на 2B2T сломали Бедрок? Если нет, то не переживайте. Сегодня он будет сломан снова. Итак, давайте по порядку. В прошлом видео, ломая под базой Бедрок, я спалил его генерацию. В комментариях многие написали, что теперь моя база уж точно будет найдена и взорвана. Так как существует программа, через которую можно узнать точные координаты Бедрока, указав лишь часть известных блоков. Даже такое есть? Что? Окей. Окей. Фу. Нашли интерес. Интересный по итогу или нет. Ну да. Блин. Это так обида, столько трудов, столько работы впустую. А игроки, лишь бы, ой, боссы, ой, коричь, просто бля-бля-бля-бля-бля, вот это. Бебезьяны, блин. Лишь бы ломать всё. В том, что можно сделать интересного, имея доступ к бельне. Но так ни к чему толковану, пока я не пришёл. Прыгать туда и пытаться лететь на элитрах я боюсь, из-за возможности просто там застрять. Да и смысла в этом особого нету, ведь это же не ад, расстояние в котором умножается на 8. Блоки с гравитацией и мобы при сбрасывании их в пустоту ведут себя так же, как и в обычном мире. Просто падают вниз и исчезают. А плагин, телепортирующий обратно, действует только на игроков. Примерно в тот момент я нашёл скриншот, сделанный Барендайм в 2017 году. На нём видно, что крыша ада была проломана игроками. И в ней имеются сквозные отверстия. Через эти отверстия можно спокойно пробраться наверх. Добравшись до этого места, я смогу точно понять, возможно ли теперь там ставить блоки. Перемещаться или вообще хоть как-то существовать. Так же смог бы поэкспериментировать с вагонетками, мобами и тому подобным. Я решил, что мне нужно обязательно туда отправиться. На скриншоте были указаны точные координаты. Но была одна маленькая проблема. Это место находится в 1 миллионе блоков от спавна в Верхнем мире. Прямо над шоссе Z-плюс в аду. Меня это конечно не остановило. 1 миллион блоков. Бедолага. Тех, кому я обращался, их не было. Либо были, но пришлось бы ждать пару дней. Так и не раздобыв зелья, я всё равно решил отправиться в путь, планируя решить эту проблему уже по дороге. Я решил двигаться от спавна, так как в противном случае я спалил бы сторону света и примерное местоположение моей базы. Через 5000 блоков пути я нашёл спавнер эфритов и принялся фармить их стержни, которые я впоследствии планировал использовать в зелье варенье. Нафармив 8 стаков стержней, я наконец принялся заварку зельей. Но сразу понял, что у меня нету адского нароста, стекла для бутыльков и много чего ещё. Я решил забросить это дело даже не начиная. Так как варкозелье заняло бы по времени ещё больше времени, чем я собирался сэкономить на их использовании. В тот момент я решил вообще не использовать бег, так как посчитал его малоэффективным. Да и шанс погибнуть на полпути был весьма велик. Я решил лететь на элитрах по обычному измерению ада. Как раз тогда ТПС сервера был достаточно высоким и я не мог упускать этот момент. Я полетел вдоль шассеты плюс, стараясь не отдаляться более чем на пару тысяч блоков вбок от него. Так как чем дальше я отлетал, тем чаще стали попадаться места с ещё не сгенерированными чанками. Во время полёта периодически встречались порталы Верхний мир. Поначалу я проверял их все, но почти ничего кроме замки. Подождите, а разве когда ТПС высокий это не хуже, чем когда ТПС низкий? Ну просто я создаю сейчас свой сервер, у меня Average Ticks, ну средние тики. Может это чуть другое, может я не шарю. Ну обычно 2-3 тика, ну потому что ещё мало игроков. Поэтому по это делаю, что такие маленькие. Но наоборот, чем больше нагрузка, тем они увеличиваются. Или ТПС это что-то другое. Ну скорее всего ТПС это Tick Per Second. То есть тиков в секунду. Тогда почему у меня когда меньше лучше, а когда больше хуже? Или что-то автор путает, или я что-то путаю. Очень странно. В замкнутой области с ещё не сгенерированными чанками я не обнаруживал. Также хочется отметить, что фейерверки, проданные мне магазином в прошлой серии, не подходят для постоянного нормального полёта без читов. Они оснащены зарядом, который взрывается и наносит урон. Из-за этого нужно есть постоянно зачарованные золотые яблоки. А также чинить броню. Вместо того, чтобы чинить только одни элитры. Так я пролетел 125 тысяч блоков в аду. Или же 1 миллион в верхнем мире. По времени у меня это заняло около 4 часов. И обошлось мне в пол шалкера фейерверков. Я подлетел к шоссе и увидел как оформлено место. Знаменующее преодоление 1 миллиона блоков. В верхнем мире по оси Z+. Многие игроки поставляют свои таблички и пишут дату, когда они тут были. Я поступил так же. Сразу после этого я стал искать место, где можно пробраться наверх. Но блуждая так 10 минут, я ничего и не обнаружил. Я вышел из игры и попытался найти это место через AirPlay Mode. Но каково было моё удивление, когда я увидел, что пробраться больше на крышу ада нельзя. Все отверстия были заделаны, остались только ранее поставленные таблички и блоки. Заделали их вручную или с помощью плагина, я не знаю. Да и это уже и не важно. Потрачено столько времени и всё впустую. Я отправился в портал, чтобы посмотреть, как выглядит место в 1 миллионе блоков от спавна в верхнем мире. Тут всё было немного иначе. Никаких красиво выстроенных порталов и табличек. Лишь огромный куб из булыжника и лавокасты. О господи, и кто-то даже это строил. Кому-то заняться этим было нечем, вот эти кубы строить. Вот, чтобы игроки, преодолев такое расстояние, не забывали, на каком сервере они играют. Я пробрался к точке с нулевыми координатами по х и 1 миллиону по зету. И установил там ещё одну свою табличку. После этого я решил, что делать мне тут больше нечего и пора возвращаться на базу. Вернувшись на базу, я узнал о том, что портал в энд был восстановлен и снова работает. Я решил моментально туда отправиться. Так как на энд у меня было много планов ещё с прошлых серий, некоторые из которых я успею реализовать в этом видео. Я телепортировался к спавну и полетел на элитрах к нужному месту. До этого я никогда не летал на элитрах по спавну, впечатление незабываемое. Особенно, когда мимо тебя проносятся головы визер скелетов. Добравшись до нужного места, я увидел рабочий портал. Он располагался точно на тех же координатах, что и прошлый портал. Поэтому теперь точно можно утверждать, что их периодически восстанавливают. Я сложил все свои вещи. Как это элитюди делают? Для меня это вообще, конечно, загадка. Их уничтожает админ, но они его как-то восстанавливают. Каким образом? И вот что там типа сам эти блоки не поставишь. То есть... Установил кровать неподалеку от портала и прыгнул в него. Как и в прошлый раз, я появился в комнате из обсидиана. Помимо меня, на территории спавна в тот момент никого не было. Поэтому я смог с легкостью достать вещи из эндерсундука и улететь. Я заметил, что всех визеров, находящихся на крыше водного куба, убили. Как по мне, это сильно упрощает покидание спавна. В прошлый раз я путешествовал по оси Х+. Поэтому сейчас я решил лететь по оси Х-. Отлетая от спавна, мне не давали покоя куски нетронутого Бедрака. Они были сгенерированы непонятно когда и непонятно как. Они даже в чанки ровно не попадают. Но при этом всегда имеют ровную форму. Как при стандартной генерации. Это у нас странно. Их я решил пока не трогать и полетел дальше. Нужно было найти нетронутый город край вместе с кораблем. Я собирался добыть много шалкеровых панцирей. Чтобы скрафтить из них шалкеровые ящики. А также незачарованные элитры и голову дракона. Чтобы дополнить ими корабль на базе. Отлетя на 27 и 11 тысяч по отрицательному Ху и Зету. Я нашел огромный город края, который еще не был залутан. Я принялся за его зачистку. Вначале я убил всех шалкеров. Суммарно с них... Наверное такой маленький шанс найти незалутанные всякие города края и прочее. ...пустака шалкеровых панцирей. Мне этого показалось мало. И я решил полностью разобрать город края. Что? Я складываю блоки в только что скрафченные шалкеровые ящики. Ё-моё. Добытые блоки я планирую использовать в будущих постройках. Разборка города края у меня заняла 4 часа. И растянулась на следующий день. По кончанию работы я сложил все шалкеровые ящики в эндерсундук. И полетел обратно в сторону с фауна. Для того, чтобы там выполнить свой ник в бедроке. Тем самым оставив небольшой след на этом сервере. Прямо на нулевых координатах энда на дне водного куба уже были выбиты ники игроков. Но такое на данном этапе развития я позволить себе не мог. Мне пришлось выбрать не столь примечательное место, где будет не так много людей. Для того, чтобы мне никто не мешал. Так как процесс этот не быстрый. Я заранее нарисовал попиксельный ник, а также запас со всеми необходимыми вещами. Ведь зайти повторно в энд не могло и не получиться. Порталы в энд имеют свойство ломаться. Я принялся за работу. Нужно было сломать 40 блоков бедрока, которые я планировал заменить на обсидиан. В процессе работ у меня закончились доски. И мне пришлось выращивать деревья. А также бегать за булыжником для крафта поршней. В ходе такого забега я наткнулся на большое количество разлитой воды. И обнаружил небольшую ферму эндерменов прямо на краю территории спавна. Она была не загриферена и давала хорошую производительность, как для такого сервера. Нафармив немного жемчуга, я вернулся обратно. Это реально неплохо. На все работы у меня ушло где-то 6 часов. Все это время эндермены пытались украсть мой саженец. Вместе с блоком сели. Не трогай саженец. У них это даже получилось. Правда ненадолго. По окончанию работ я решил заменить блоки обсидиана на эндер сундуки. Они будут подсвечиваться для тех, у кого есть читы. И надпись будет проглядываться сквозь блоки. А также покрыл всю надпись примерно 15 юстаками обсидиана. Для того, чтобы ее труднее было загриферить. Во время выдолбливания ника у меня закончилось железо. Гениально. Так необходимое мне для крафта поршение. Там у меня есть ник, но он под обсидианом. Ну если вы найдете, то ну ладно. Ну может вы не найдете. Мне на помощь пришел за шаургель. Он принес недостающее железо. И после окончания работы над ником, мы отправились опять лутать города края. Во время полета мы наткнулись на двоих город края. Такую генерацию я встречаю впервые. Не представляю даже насколько она редкая. Ведь продублирована была именно основная башня, а не ее ответвление. По окончанию полета я кинул жемчуг эндера в портал и оказался на спавне. Там я обнаружил несколько активных эндер кристаллов, которые должны давать регенерацию дракону. Уничтожить их не было никакой возможности. Так же, как и убрать воду. Возможно, если использовать губку, то все получится. Самого дракона я не увидел. Сколько бы я там не летал. Вместо того, чтобы прописать команду килл и покинуть энд, я решил прыгнуть в портал. Он не был поломан или застроен. К нему был проделан аккуратный коридор, прямо от места появления. Прыгнув в портал, я пришел вайнкрафт на серию 2B2T. Цифров не было. Я просто появился возле своей кровати. На этом эта серия подходит к концу. Если вам понравился ролик, и вы хотите, чтобы я дальше снимал видео подобного плана, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ну, 2B2T это целая там история. Это просто я хочу долбить бедрок. Мне так весело. Поп-пору долбить бедрок. На самом деле, это реально интересно. Реально есть интересные всякие штуки, которые они придумывают. Плюс сам... Что я могу сказать еще? Затем круто наблюдать. Затем очень круто наблюдать. Надеюсь, еще подобные ролики будут выходить. У него выходят они. Я не знаю, что же там вышло. Несколько роликов. Ну, посмотрим. Если вам нравится, то, ребята, не забывайте ставить лайки. Писать комментарии. Что хотите увидеть, чтобы я сделал реакцию на новые ролики. Также не забывайте подписываться на автора. Ссылка на оригинал есть в описании. Это обязательно. А так, ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Было бы очень приятно. Подписывайтесь. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok